Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». За прошедшую неделю с 16 по 20 октября сотрудники ведомства провели 51 проверку. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 419 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 426 обращений граждан и юридических лиц. Прокуратура Севастополя доказала в суде вину мужчины, который занимался организацией незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, а также подстрекательстве и пособничестве в подделке официальных документов и использовании заведомо подложных. Виновным признан уроженец Республики Бурятия. В период с июля 2022 года по апрель 2023 года мужчина совместно со своим знакомым организовал незаконный въезд на территорию России восьми иностранных граждан и их незаконное пребывание в Российской Федерации. Для этого соучастники изготовили фиктивное ходатайство со стороны работодателей о привлечении данных граждан как высококвалифицированных специалистов, трудовые договоры с ними и иные подложные документы. Являясь генеральным директором коммерческой организации, мужчина и сам выступил как подставной работодатель для двух въезжающих граждан, хотя в действительности трудоустраивать их не собирался. В дальнейшем указанные поддельные документы были предоставлены в органы внутренних дел Севастополя, а на их основании принято решение о выдаче иностранцам приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. В ходе следствия, которое проводилось сотрудниками ФСБ, мужчина предпринял попытку скрыться, однако его местонахождение все же было установлено. Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, установив испытательный срок два года. Ранее в апреле текущего года его поддельник также осужден Нахимовским районным судом и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Прокуратура Нахимовского района Севастополя добилась устранения, выявленной в ходе проверки нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований в деятельности двух детских музыкальных школ района. Так установлено, что отопительные приборы в школах не были оборудованы ограждающими устройствами, а окна москитными сетками. В туалетах отсутствовало горячее водоснабжение, в некоторых помещениях над учебными досками. Отсутствовали дополнительные источники искусственного освещения. В одной из двух детских музыкальных школ выявили нарушения, связанные с обеспечением подъезда пожарной техники и эвакуацией людей. Кроме того, не были разработаны документы предварительного плана действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. На территории другого образовательного учреждения не производилась своевременная уборка сухой растительности и покос травы, сообщили ведомстве. По требованию прокуратуры города активизированы работы по строительству учебного корпуса начальной школы номер 37. Сотрудники ведомства продолжают надзорное сопровождение строительства образовательного учреждения в Гагаринском районе, которое ведется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Строительство осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Теплиц-Стройсервис» на основании государственного контракта с государственным казенным учреждением «Единая дирекция капитального строительства», заключенного в 2020 году. Работы общей стоимостью почти 490 миллионов рублей должны быть завершены до 29 декабря текущего года. В октябре работники прокуратуры совместно со специалистами федерального казначейства, представителями государственного заказчика и подрядной организации в очередной раз посетили строительную площадку. Месяцем ранее комиссия уже выезжала для проверки объекта. Тогда были выявлены недостатки при обустройстве фасада корпуса школы, плиточного покрытия, покраске внутренних помещений, установлены низкие темпы исполнения контракта. С целью устранения указанных нарушений прокуратура Гагаринского района Севастополя внесла директору государственного казенного учреждения ЕДКС представление, которое находится на рассмотрении. В настоящее время заказчикам и подрядной организации принимаются меры к устранению выявленных нарушений. После вмешательства прокуратуры строительство ускорено. По требованию надзорного ведомства устраняются недостатки при проведении фасадных работ, выполняется покрытие полов и стен внутри здания. На данный момент готовность объекта составляет 89%. Ход исполнения контракта остается на постоянном контроле прокуратуры.